Оформление документов, льготы и неработающие лифты. С этими вопросами крымчане обратились к сенатору Ольге Коветиде на очередном приеме граждан. Также на нем присутствовали глава администрации Симферополя и замминистра ЖКХ. Все проблемы выслушали и взяли на личный контроль. Виталия Шамахова и Виктора Скрипцова на прием привела общая проблема с оформлением документов. Еще при Союзе они участвовали в военных конфликтах во Вьетнаме и Мозамбике. Работали на гражданских судах. Позже им выдали соответствующее удостоверение. Но сейчас они не могут поменять его на российский аналог, поэтому теряют часть льгот. Когда мы начали обращаться в различные инстанции, по обмену документов, мы обратились сначала в соцзащиту. Нам говорят, если вы предъявите не украинское удостоверение, а российское удостоверение, вы получаете все льготы. Проблему взял на личный контроль глава администрации Симферополя. Однако, говорит, тут нужно привлечь и третью сторону в военкомат, который как раз и стопорит процесс замены документов. Для того, чтобы мы вам смогли до начисления сделать, а я так понял, что речь идет именно о том, что вы хотите быть приравнены к участникам боевых действий, действующих на территории Российской Федерации, вы, если вы хотите вот этого, в любом случае должны поменять свое удостоверение. На прием люди приходят и с семейными проблемами, которые не могут решить годами. Тетя Реза Муратова, матери 13 детей, выдали земельный участок в ее родном селе возле Алушты. Документы оформили. Однако, приватизировать землю не получается. Отказали в администрации города. Почему, люди понять не могут. С тех пор мы ищем правду. Обращались во все инстанции. Однако, увы, никто ничего, ничего до сих пор не сделал. Сенатор пообещала посодействовать. А если проблема не решится в кабинетах чиновников, то дело пойдет в суд. По словам Ольги Коветиди, чаще всего люди обращаются по вопросам ЖКХ. Поэтому на прием пригласила профильного замминистра. Тот, в свою очередь, отмечает. Люди еще не готовы платить взносы за капремонт, потому что для многих это удар по кошельку. Отсюда нехватка средств и возможностей. Думаю, что сразу больших, таких вот полных платежей не будет, пока люди привыкнут ко всему этому. И только тогда, когда появятся средства, можно будет и средства тратить, и делать работы. Личная работа с гражданами показывает, нерешаемых вопросов нет. Главное – желание и ответственность. К тебе приходит человек и говорит, вот у меня есть, например, инвестиционный проект. Я хочу сделать мой город, мой Крым, мою республику, мое село лучше. И поэтому здесь, или ты его отправишь для того, чтобы он прошел все круги ада, либо ты поднимешь трубку и скажешь архитектору, зайди-ка сюда, посмотри, как интересно. Вот изучите этот вопрос. По итогу сенатор принял около 10 граждан. Все проблемы взяли на контроль. Иван Ковалев, Екатерина Серегина. Время новостей.